Привет! Просмотрим ваши главные вопросы. Что у него сейчас происходит? Что будет дальше между вами? Нужна ли вы ему? Эти три главные карты покажут атмосферу того, что сейчас с ним происходит. И потом мы будем добавлять карты, выяснять детально. Первая карта, которая вышла, самое главное вообще в этой колоде. Потому что здесь колода называется 78 ключей. И именно ключевая карта, восьмерка жезлов, это тогда, когда все, что он делает, это только одно направление у него, в одном направлении движется. Чтобы подобрать к вам ключик. Об этом вот именно сейчас идет разговор между его душой и вашей душой. То есть мы смотрим глубоко и спрашиваем, что у него сейчас происходит. Он подбирает ключик к вам, он подбирает ключик вообще к жизни. Он хочет жить на полную катушку. Он, наверное, вам даже говорил, что как-то все стоит. Я хочу, чтобы жизнь развивалась. Очень важно для него это. Вы ему снитесь очень часто, кстати, семерка здесь чаш, о том, что вы ему снитесь очень часто и в разных совершенно самовыражениях ваших. То вы ему снитесь, такая коварная женщина бывает даже так, то просто принцесса, такая добрая, по-детски, наивная. Вы ему снитесь всякое. Он очень часто видит вас во сне. И когда он утром просыпается, все его мысли о том, что нужно с вами связаться, вы единственная женщина, которая его понимает, и вы единственная женщина, которой он чувствует любовь. Потому что чаша – это всегда любовь. Что у него в жизни сейчас происходит? Что-то рождается новое. Рождается очень главное, что-то новое в его жизни. Какие-то главные события. Я спрошу, какие главные события? Любовь. Он хочет больше любви. Он уже устал вот так мыторствовать по земле. Ему нужна вот гавань, нужна. Наконец-то он решился создать семью, дом. Это тройка чаш. Очень хорошая карта любви. Он хочет любви для себя. Он хочет, чтобы вы играли какую-то тройную роль. Видите, здесь вы в тройной роли. Наверное, хочет вас раздевать, если уже так, знаете, просто говорить то, что видно на карте. Он хочет вас раздевать в разные моменты, из разных одежд. Он хочет, чтобы у вас было много одежды, чтобы у вас был достаток. И чтобы тоже ему это было на радость, чтобы он этим всем пользовался. Чтобы он этим всем пользовался. Он хочет быть с вами. Он хочет найти к вам подход. Вот к вам такой идеальный, которую он сам придумал себе. Вас идеальную, он сам себе намечтал. И он хочет найти к вам вот такой идеальный подход. Он хотел бы, чтобы вы для него были, вот как знаете, когда человек идет по пустыне и очень хочет пить. Очень-очень хочет пить. И вдруг находит, вот здесь он находит источник. Живительной влаги. Вы для него как живительная влага. И все эти три разные роли, которые он вам наметил, он фантазирует очень много о вас. В разных нарядах. И главное, что он эти наряды почему-то снимает с вас. Наверное, ему это тоже снится. Вот такое все. Но он стоит, конечно, на пороге больших изменений. Рождается его новая жизнь. Вы знаете, он страдает по идее, что он хочет быть в вашей жизни популярным. Почему-то он считает, что он не популярный в вашей жизни. Где-то ему кажется, что вы интересуетесь больше либо другими людьми, либо у вас другие цели. Вы занимаете какую-то, может быть, пятую или вторую роль в его жизни. Вернее, он занимает в вашей жизни пятую или вторую роль. Ему почему-то кажется, что он на периферии где-то. Ему бы хотелось вот как-то встать на эту машину, да, и сказать, «Хей, посмотри, я здесь, я красавец, я твой мужчина. Посмотри, какой я рок-музыкант». Ну, знаете, это так, символический рок-музыкант, да. «Смотри, какой я красавец, как я могу». Может быть, когда была ссора, он вынес из этой ссоры, что ты ничего не можешь. Но опять же, вины вашей абсолютно нет никакой, да. Вы сказали то, что чувствовали в тот данный момент. Это все было правильно. И, наверное, хорошо, что вы это сказали, потому что, смотрите, он думал об этом. Он думал о ваших словах. Это не то, что вот он обиделся и ушел. Вы задели за что-то живое, о котором он знал еще. И до того, как вы это сказали. Он знал эту свою особенность. Он знал это свое качество. И когда даже вот после ссоры он задумался о этих словах. Очень серьезно задумался. Мне вот интересно, если он к вам ищет такой подход. Вот здесь, да, он ищет к вам такой подход. Найдет ли он этот подход к вам? Он думает об этом очень серьезно. Он думает, как найти к вам ключик, подход. Он как в театре наблюдает за своей жизнью. Он видит, что он какой-то нерешительный. Он сам, вот видите, он сам за собой наблюдает здесь. Вот такие карты, они очень глубокие. Они прямо в корень, да, видят. Он вот как бы и за вами наблюдает, и за собой со стороны. И видит, что он нерешительный какой-то. Вот он какой-то застывший. И если вы это ему сказали или дали знать, вот поэтому он психанул. Потому что он знает за собой такой грешок. Он хотел бы к вам найти подход, но что-то стопорит внутри. Вот его психология заела, да. Внутреннее какое-то состояние застывшести у него есть. Он очень нерешительный. Его воспитали очень нерешительным человеком. И это заслуга, конечно, его мамы. По знанию или не по знанию. Я уже много раз говорила, что родители любят, конечно, своих детей 90, наверное, 8% в случае, да. Бывают 2%, когда не любят. А в основном по незнанию. Вот так его воспитали, что он какой-то застопорился, какой-то как замер все равно внутри. Ни одно решение не может принять. Он советуется со своей внутренней мамочкой. Вот внутренняя мамочка у него есть, да, он с ней советуется. Ну, а она, конечно, на него кричит, как обычно. И он в стопоре. А вот эта карта показывает, нужны ли ему ваши отношения. Это очень хорошая карта. Девятка жезлов. Вот он просто без вас не видит будущего по этой карте. Он стремится показать себя, показать, на что он способен. Что он может сделать вообще для вас. Как он может вам дом построить. Что он может вам купить в этот дом. Он хочет, чтобы был достаток. Вот эта красивая картинка сейчас повсеместно, да, потому что социальные сети, они и хорошо, и плохо. Ну, человечество не готово было к такому прорыву техническому, понимаете. В основном человечество, оно все не возвышенное, не просветленное. И не готово было к такому сильному взрыву техники. И он тоже, хоть он и не говорит, и не признается, о, нет, никогда не скажет. Но он подвластен этой картинке красивой, рекламной, да. Где вот там ванная, вино, какие-то фрукты. Красивое все за окном, не так, как у него за окном. Там мегаполис, может, у него за окном еще что-то. Такая красота, и он хотел бы вас вот в эту красоту просто переместить. Нужна ли вы ему, нужны ли ему эти отношения? Сто процентов нужны. Он вообще видит, что он ваш герой, да, здесь. И хотел бы даже вас закрыть как-то в своем личностном пространстве. И иметь вас только для себя. Только для себя вас иметь. Эта карта отвечает на вопрос, желает ли он встречи. И здесь маг, карта маг. Он даже где-то магичит. Он желает встречи. И он как бы знает, что магичить это не мужское, это не по-мужски, это все женское такое, да. И он все равно внутри, подсознательно, он магичит. И он желает вот такой встречи, где бы его бурные фантазии и то, что ему приснилось, проявилось. Вот такой он встречи желает, чтобы это все проявилось, как наяву. Этот сон стал явью. И он закрыл бы вас в своем пространстве, да. Так психологически он хочет. Естественно, он, наверное, не хочет вас закрыть, чтобы вы на работу не ходили. Давайте это спросим. Маленький мальчик в нем никак не уйдет, а. Маленький мальчик, который требует подтверждения того, что он хороший. Этот маленький мальчик, да, королева любви. Он молит о пощаде вас внутри. И как бы ваш имидж, ваш образ у него перемешался с образом мамы. Вот все это перемешалось в голове. Да, он хотел бы вас закрыть на замок. Но он хотел бы при этом лучше зарабатывать. Он, наверное, сейчас землю грызет, чтобы лучше зарабатывать. И чтобы вас закрыть на замок в своем пространстве. Чтобы ни с кем не делиться. Наверное, очень-очень ревнивый человек. Судя по этому раскладу, очень ревнивый. Еще о чем он жалеет. Карта император. Он жалеет, что он не может достичь той планки, которую он сам себе поставил. И он чувствует, что вы ему поставили какую-то планку. И он не может достичь этой планки по какой-то причине. Чувствует, что он не дотягивает. У него внутри сидит такой червяк, самоед. Он самоед. И часто такие мужчины-самоеды, они вот нервные, злые. Но они не злые на самом деле. Понимаете, вот дело в том, что в злом мужчине внутри такой ребенок раненый, да, сидит. И в нем это есть. Он самоед и, может быть, даже вас ест. Долго молчит или грубит, да. И вас ест, потому что он сам самоед. И вот этот внутренний у него маленький мальчик, который все перепутал. Там его мама и вы вместе перепутанные вдвоем. Он все перепутал. И эти чувства у него, они какие-то перемешанные. И магичит даже внутри. Знаете, я вижу женское начало внутри очень сильное. Он хоть и там не любит это все, да. Но у него женское начало внутри очень сильное. И он его отвергает. И он магичит чисто по-женски по отношению к вам. Здесь карта маг вышла. Вы сами видите, какие карты, да. Магичит очень сильно по отношению к вам. Опять выходит такая карта, где он бы действительно хотел бы, чтобы была тайна между вами. Чтобы была тайна. Чтобы о вас и о нем никто больше не знал. И это именно сексуальные у него мечты такие. Вот мы посмотрим. Если что-то и произошло не так, да. Какая-то кошка пробежала между вами. Страдает ли он? Вообще понимает ли он? Страдает ли он так, как вы страдаете, да? Страдает ли он так, как вы страдаете? Это туз жезлов. Это карта именно сексуального страдания. Когда вот долго не было секса. И когда закрыто, да. Вот здесь такой монах. И перед ним какой-то сейф. Закрытая все железная дверь. Он не может войти туда. Он не знает, как войти туда. Страдание очень сильное. Очень сильное страдание у него. И именно потому, что он не понимает, почему, например, в последнее время не вышел разговор. Или ночью что-то не вышло так, как он хотел. Потому что он всегда хочет чего-то другого, большего. У него очень большие претензии к жизни. Вообще по жизни у него большие претензии к жизни. Что он сейчас чувствует? Готовит вам подарок какой-то. Видите, какая хорошая карта вышла. Рыцарь Пентакли. Он просто готовит для вас сюрприз. Он чувствует любовь, конечно. Он хочет приехать к вам и дать вам подарок. Подарок в свое сердце. Денежный подарок. Он очень долго изучал то, чего вы хотите. И, конечно, фантазер очень сильный. Потому что себе нафантазировал, что он все это вам даст. Сможет ли он это все вам дать? Вопрос такой интересный, да, на засыпку. Сможет ли он это все вам дать, что он себе намечтал? Во-первых, это хорошая карта. Эта карта тоже подарка. Это девятка, чаш. И я вижу, что в будущем этот человек будет очень денежный. Он начнет зарабатывать, у него какой-то прорыв будет денежный. И он абсолютно сможет достичь каких-то высот в средствах. Смотрите. Очень хорошо будет все. Очень все хорошо будет. Давайте спросим, кто вы для него на данный момент, во время просмотра. Кто вы для него? Двойка Пентаклей. Двойка Пентаклей. Он делит вас и работу на две части. Вот свою жизнь он поделил на две части. Вы и его работа. Вы и его работа. Он поделил это все. 50 на 50. Интересно. А какой он вас видит? Хорошо. Вот какой он вас видит? Ну, он видит вас той, которую нужно завоевывать. Рыцарь Жезлов. Он видит вас такой, которая достойна, чтобы ее завоевывать. Чтобы ее сердце покорить. Здорово. Вообще. Класс. Я очень довольна видеть такие карты. А сейчас я буду немного сдвигать, потому что мне нужно будет дать вам советы. И здесь будет 4 совета относительно стихий. Мои общие расклады, они должны расцениваться, как будто вы ко мне сюда прилетели. И я воспринимаю. Потому что я вообще-то не принимаю лично. И поэтому всю свою энергию я трачу на общих раскладах. Сейчас я просто сдвину. Я в начале карты вам показывала все, и поэтому они были разложены. А теперь, поскольку мы их всех уже с вами проанализировали, теперь есть поле у нас здесь. И будут советы относительно стихий. Я вам советую, конечно, смотреть все стихии. Вообще расклад весь для вас сделан. Правда? Но тоже его стихию посмотрите. И еще такой намек, что все стихии, все четыре стихии есть у вас в вашем подсознании и тоже в вашем гороскопе. В каждой стихии по три знака. И все знаки зодиака есть в вашем гороскопе. Поэтому посмотрите все советы. Но самый главный совет будет по солнечному знаку. По стихии, которая относится в ваш солнечный знак. И тоже его просмотрите. И все остальные, посмотрите, главное будет солнечное, все остальное будет добавлять. Здесь будет для огненной стихии. Здесь будет для земной. Здесь для воздушной. И здесь для водной стихии. А теперь смотрите, по солнечной стихии главное все остальное будет дополнять. И тоже его стихию просмотрите, его знак, если вы знаете, к какому знаку он относится. Итак, огненная стихия – это львы, овны и стрельцы. Какой будет вам даваться совет? Естественно, я только прямые смотрю здесь. Смотрите, это десятка жезлов. Он делает очень сильное усилие, чтобы вы его заметили среди других людей. Он очень и очень ревнивый в вашем случае. Если что-то пошло не так, может быть, между вами, да, если что-то пошло не так, это из-за его внутренней нервности и ревности тоже. Но жезлы всегда сексуальные стремления в отношениях. И десять – это новое стремление. Вот у него какой-то новый вкус к вам сейчас появляется. Какое-то новое, такое особенное желание. Он за собой раньше этого не замечал и не знал, что он способен даже на такие чувства. Десять – это очень хороший номер. Это значит новое желание, новое стремление, основанное на том, что он и раньше хотел вас, и любил вас, видела вас своей женщиной. Но десять – это вот что-то теперь, какой-то вкус новый к вам у него появился, да. Новое понимание жизни. Он как бы повзрослел, что ли, да. Можно сказать, повзрослел. Десять жезлов – очень хорошая карта. Он хотел бы больше вот никакие маски не надевать. Он хотел бы простой, прямой с вами игры. Вот такой, знаете, игры в жизни. И какой вам здесь дается совет? Показывайте себя простую. Видите, здесь люди играют роли. Такое происходит все, да. А вы или он, вот этот человек, вот этот простом костюме, нормальный такой, да, сконцентрированный на себе. Вот это вы и он в вашей паре. Вам совет, вот просто войдите в состояние нормальное такое, вот без всяких додумок. А потому, что он теперь очень повзрослел. И в вашей следующей новой встрече вы увидите в нем вот эти сильные перемены, которые приведут вас к новому пониманию вашей пары. Очень хорошая карта. Она вас успокаивает. Говорит, что в ваших отношениях есть будущее. Все будет абсолютно замечательно. И вы будете выходить из этого фантазийного мира. И вы, и он. Как бы спуститесь на землю. А такая семейная, знаете, земная жизнь, нормальная, обыкновенная, с бытом. Ну, вот как должно быть. Очень хорошая карта. Конечно, в ваших отношениях есть продолжение. Если вы знаете Райдер Уэйт, там он несет на себе всю эту ношу. Своя ноша не тяжелая. И Жезлота несет свое богатство к себе домой. Там впереди такой дом, полная чаша. Это как раз вот об этом. Так что очень хороший совет для уважаемых огненных. Теперь мы откроем карту для земных знаков. Еще раз повторюсь, что я смотрю только прямые в этих рамках. И это восьмерка меча. Она передает ваше внутреннее состояние страха. Вы почему-то застыли в каком-то ужасе. Вы испытываете сейчас какой-то ужас. Этот ужас связан с тем, что вас какие-то скелеты из вашего шкафа пугают. Видите? Вы просто спускаетесь вниз своих страхов. Эта карта, она лечебная. В моих раскладах вот такие все карты, которые сложности показывают. Они вытягивают из вас эти сложности. Освобождают вас от гнета. Освобождают вас от каких-то переживаний. Вы переживаете. И я вижу, что многие, кто смотрит, может, он не звонит или как-то вас обидел, забыл о вас. Вы думаете, да? Судя по раскладу, судя по тому, что вот вверху перед вами, да, вот этот огромный расклад, который мы сделали, я не вижу особых оснований для переживаний ваших. И расклад говорит для уважаемых земных знаков, не переживайте, все будет хорошо. Не нужно. И здесь особенно вы переживаете, что вы ему внешне как-то не понравились, вам кажется, потому что вы здесь оголенные, да. Что он вас, типа, обидел именно на телесном уровне. И давно вы, кстати, волнуетесь. Восьмерка – это давно. Давно вы волнуетесь. Вы как бы застыли в этом волнении, из которого нужно выходить вам. Нужно обязательно выходить. Какой вам совет? Вот больше не спускаться вниз. Не накручивать себя. Легко сказать, трудно сделать, да. Поэтому я сейчас возьму добавочную карту для вас. Я, кстати, сказала, что земные знаки – это тельцы, козероги и девы. Вот скоро будет прорыв. Это туз меча. Тут тоже меч, меч, да. Я вижу, что многие земные знаки очень переживают. Скоро вы найдете. Вот здесь лабиринт, да. И этот меч показывает, куда, в каком месте вы встретитесь, в каком день. В какой день. Он скоро назначит вам день встречи. Понимаете? Он уже думает. Это восьмерка пентаклей. То есть после восьмерки меча, такой сложной карты переживаний ваших, выходит восьмерка пентаклей. Вот то, что было сказано перед этим раскладом, вот раскладом большим, да, это сбудется. Он уже находит место встречи для вас, для пары. Ищет возможность с вами встретиться. Переживания не нужны, потому что они просто испортят вас, вашу внешность. Да, переживания человека делают напряженным. И как, зачем это нужно? Потому что когда вы встретитесь, вам не нужно это напряжение. А теперь посмотрим для уважаемых воздушных знаков. Я прямые только смотрю. Еще раз повторяюсь, потому что, наверное, кто-то, кто-то... Ну, я не знаю. Вообще-то нужно все видео смотреть, да, чтобы мне не нужно было каждый раз повторять и мешать людям смотреть расклад. Это король меча. И на карте именно символически изображается, когда он придет и вытянит вас из депрессии. Придут перемены. Здесь вот тоже это доктор, да, помощник. Какой-то есть помощник. Кто-то даже поможет вашей встрече. Я вижу, что для уважаемых воздушных знаков для многих это новое отношение. Кстати, я не сказала сначала, но я часто говорю о моих раскладах такое. Наверное, вы уже знаете, что мои расклады всегда для всех. Независимо от вашего возраста, независимо от состояния и ситуации. То есть, если вы в паре расстались, либо живете вместе, и какой-то, знаете, или конфликт, или устали друг от друга, любая ситуация будет здесь прояснена. Потому что вы обязательно услышите то, что вы можете переварить. Каждый услышит свое. И если бы я сто вариантов вынула, в любом случае это как один вариант бы просматривалось. Почему я не делала много вариантов? Ну, потому что вселенная не отвечает, когда 3-10 вариантов. Вы тогда в казино пришли, все. А в казино вселенная нет. Это игра, это дикшин, это привязанность, это плохо. Плохо, другими словами, да. Поэтому я делаю один расклад, и все, что вот и выходит мне в потоке, потому что вселенная не имеет прошлого, настоящего, будущего. И кто будет смотреть расклады, мой, это все уже есть, это все уже случилось, понимаете. Поэтому скажу, что особенно для уважаемых воздушных знаков, многие, кто смотрит, хочут для себя новых отношений. Многие, кто смотрит, кстати, и для земных тоже это было. У вас может быть совершенно тупиковая ситуация. И для вас грядут новые отношения, а вы не знаете об этом. Иногда меня смотрят люди, у которых полный тупик. Вот она мне пишет, вы говорите, будет все хорошо, а он меня бросил с временем детьми, он там гад последний, и он с любовницей наслаждается. Как вы можете такое говорить? Понимаете, вы загадали не того человека. Я доверяюсь высшим силам. Все, что я сказала, это для вас. Это абсолютно для вас. Но вы загадали человека, с которым вы уже давно в тупике, и которого, ну, давно вы уже, знаете, похоронили, да? И вы спрашиваете все равно о нем. И потом обвиняете предсказателя, который сказал, хей, у тебя будет новая любовь, а он тебе готовит подарок, он безумно любит. Он только о тебе мечтает. Он готовит делать все, чтобы ты была счастлива. Когда вы это слышите, вы меня обвиняете. Зачем? В этом случае, потому что это не мои слова, а это слова из канала высших сил. На самом деле вы обвиняете высшие силы. И таким образом вы уходите от своего счастья. Поэтому не нужно подумать. Уважаемые воздушные, у вас может быть кто-то найдет себе нового человека. А если ваше отношение можно спасти, так вот он явится с повинной, да, можно так сказать. Он скоро явится с повинной. Вышла такая карта, что он явится, но он будет, вы знаете, такое, что, ну, и ты тоже виновата, мол, не я один. Давай 50 на 50 вину возьмем. Он придет так, ну, вот давай и ты, и я, мол, мы оба виноваты, да, в том, что случилось. Я добавила здесь карту, это карта силы, но вот все мои слова подтверждаются. У многих, кто меня смотрит, сила в отношениях еще есть. А если у некоторых вообще, ну, вы знаете сами, что полный тупик, у вас вот будет новая встреча, которая вас пробудит ото сна. И вы просто, ну, возродите и скажете, зачем я так долго страдала. Если вообще можно так великолепно жить и радоваться, и все такое. Теперь для водных знаков, прямые только смотрю, это королева жезлов. Какой вам здесь совет? Но вы же все знаете, все умеете, все имеете. У вас внутри есть такая роскошная женщина. Покажите ее, достаньте изнутри эту роскошнейшую женщину. Женщина, которая, ну, вот так себя ценит, да. И он вас очень хочет, во-первых, здесь такая арка любви. Это очень красивая карта. Он просто в восторге от вас всегда был и всегда будет. Вам вообще водные знаки здесь, из этого расклада. Нечего переживать ни одного дня. Потому что там любовь такая вообще, шикарная любовь. Не волнуйтесь, наоборот. И может форма у вас крупная, вы думаете, ему все это очень нравится. Он о вас мечтает, просто расслабьтесь, потому что здесь одно счастье. Водным знаком здесь вообще красота. Красота полная, наслаждение, благоухание. Естественно, он появится и будет счастье. Кто ищет новые отношения, это как оберег. Вот такая роскошная женщина, она обязательно встретит для себя шикарную пару. Я сейчас буду ритуально собирать расклад, он уже закончен. Жду ваших комментариев. При ритуальном сборе расклада обязательно нужно присутствовать. Потому что это священное действие, я уже не раз говорю. Без заключения ничего не бывает. Расклад закрывается и таким образом начинается сбываться. Расклад начинает сбываться тогда, когда он закрывается. Если вы, например, ушли раньше, чем я закрыла расклад, он вообще не может сбыться. Потому что он не закрылся. То есть он остался вот в подвешенном состоянии. Понимаете? И если у вас есть желание поставить лайк или поделиться моими видео, или поразговаривать в комментариях, это вы делаете для себя, не для меня. Потому что с вашей стороны вот такое какое-то движение в пользу того, что вы хотели бы, чтобы случилось по раскладу, оно усиливает ваши шансы, чтобы случилось. Понимаете? Делайте только для себя это. Так что, пожалуйста, вообще под моими видео никогда нет переговоров в комментариях. Все, что я слышу, это два слова. Благодарю, благодарю. И это, знаете, это как бы отмыться, да? Так бы откараскаться, как у нас когда-то говорили. Благодарю, благодарю. Это ничего не значит вообще. Это слово благодарю, кстати, одно. Ютюб даже не замечает. Если у вас есть желание меня поблагодарить, можно сделать донат на моем сайте. И там же получить от меня благодарность эксклюзивный просмотр видео, который я меняю каждые две недели. И это тем, у кого есть возможность. Не всем, а тем, у кого есть желание, возможности. Кому это доставит удовольствие, да? Я кармически себя предохраняю тем, что есть монетизация, чтобы у нас с вами не было задолженности. А вы, конечно, хозяин-барин, и вы решайте. Если вы рекламу не пропускаете, ваша карма тоже чистая. Желаю вам всем добра, и мы увидимся с вами в следующем видео. Пока!